На импровизированном поле боя под Усцильмой все выглядит ровно так, как будто вскоре здесь развернется настоящее сражение. Артиллерийская батарея, окопы, блиндажи, пункт связи и даже полевой хирургический госпиталь. Над деталями здесь работали не один месяц, изучали архивные документы и воспоминания участников Великой Отечественной войны. Здесь есть все, что было необходимо для того времени. И инструменты медицинские, и даже капельницы у нас есть, и биксы. Все-все-все, без чего не могла существовать в то время медицина, чтобы спасать жизнь нашим ребятам, которые, не жалея ни себя, ни свои силы, сражались на поле боя. Полевой хирургический госпиталь помогли организовать студенты Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина. А еще они сами тщательно подбирали военную форму, реквизит заказали заранее. У каждого здесь своя роль. Вот, например, ученик 11 класса Кроверучийской школы, племянник Героя России Владимира Носова, сыграл роль легендарного офицера, старшего лейтенанта Синдеровича. Разведгруппа наша вела немца, пленного немца, который дал важную информацию по поводу, по расчетам, где находится немец. Наша задача была пленного языка немца доставить в штаб, чтобы его допросить. Потом также я со своей разведкой пошел в атаку. Ровно в час дня в небо взмывают сигнальные ракеты. Батареи полка начинают обстреливать позиции противника. На заранее выявленные огневые точки обрушивается град снарядов. Воздух наполняется ревом ракет гвардейских минометов «Катюши». Штурмовые отряды рвутся в атаку. Операция «Январский гром» началась 14 января 1944 года. К тому моменту противник сумел создать мощную систему обороны, получившую название «Северный вал». Крупнейшим узлом снабжения немецких войск под Ленинградом оставалась железнодорожная станция «МГАМ». Овладение именно этим стратегическим объектом и стало одной из важнейших целей для наших войск. Станция и поселок «МГАМ» были полностью освобождены от Чемецкого подпасения захвачена. Благодаря мужеству и отваге советских войск к 16 часам дня станция и поселок стали наши. Красный флаг над административным зданием станции поднял командир 3-го батальона старший лейтенант Фирзов. Для меня большая честь сыграть такого персонажа, потому что действительно это огромная роль и это очень гордо играть старшего лейтенанта Фирзова. «Реконструкции нужны для того, чтобы помнить и чтобы ощутить на себе, каково это было. Потому что действительно это очень тяжелая работа и даже мы сейчас, реконструируя это, проделывается огромная работа и очень тяжело участвовать в реконструкции. А на полях, боях было еще в 10 раз тяжелее». Через 6 дней после операции блокада, длившаяся долгих 900 дней и ночей, была наконец прорвана, а подвиг наших солдат и офицеров навсегда вошел в историю той войны. Им непокоренным и не сломленным, выстоявшим и победившим благодарная память потомков. «Очень много наших земляков с Коми-Земли легли смертью храбрых при освобождении Ленинграда от блокады. И мы каждый год ездим на Синявинские высоты, делегации этой республики Коми и возлагаем цветы могилам наших бойцов, известных и кого-то еще неизвестных, пропавших в безднести. «Очень важно, что мы с вами сегодня провели этот бой и еще раз вспомнили всех». Среди участников нынешней реконструкции были и те, чьи деды и прадеды сражались на тех самых Синявинских высотах под Ленинградом. А потому каждый понимал значимость происходящего. «Прочувствовать это не прочитая книжку или посмотрев фильм, а самому окунуться в эти события и там 150 метров проползти через снег, атаковать немцев. Это очень такое важное, конечно, событие». Военно-исторические реконструкции в Усцильме проводят уже не первый год и каждый раз стараются доподлинно восстановить вход событий. А еще обязательно рассказывают детям, какой ценой 80 лет тому назад нашей стране досталась та Великая Победа.